Один процент от заработной платы работников коммерческих организаций направляется в фонд обязательного медицинского страхования. А затем собранные средства идут на финансирование двух программ. Первая по родовспоможению, вторая по обеспечению лекарствами онкологических больных. В этом году мы планируем по индикативному плану 35 миллионов 41 тысяч. Часть этих денег должна пойти на финансирование программы по родовспоможению. Покупку необходимых в роддоме, родильных отделениях лекарств и медицинского инвентаря. Кроме того, за счет средств фонда беременной женщины проходят основные медицинские исследования. Также фонд издает обменные карты и обеспечивает ими каждую вставшую на учет женской консультации будущую маму. Это в обязательном порядке. Эта карточка показывает в полном объеме обследование состояния беременной женщины, которая будет поступать потом в стационар. А это финансируется фондом, разрабатывается совместно с главным гинекологом Республики Ночной. Все это, как и нахождение женщины в стационаре, непосредственно перед родами и после финансируется из средств фонда обязательного медицинского страхования. Кесарево сечение и госпитализация на сохранение тоже осуществляется на средства фонда. Получается, что если гражданку Абхазии просят в больнице оплатить эти услуги, то нужно знать, что это незаконно. Не обеспечивается полностью, в полном объеме, бесплатно. Есть беременная женщина, которая, скажем, 4-8 недель, и она нуждается в сохранении. Естественно, она лежит в стационаре и полностью обеспечивается всеми лекарственными препаратами, материалами медицинского назначения. Вторая программа, которую финансирует фонд обязательного медицинского страхования, обеспечене лекарствами онкологических больных. Не все препараты доступны по этой программе, но самые основные онкодиспансер закупает на средства фонда. У нас в прошлом году по этой программе прошло 370 человек. Из них они получили 1950 курсов, химии, и это составило более 20 миллионов. Однако и здесь есть проблема. Не всегда вовремя закупаются лекарства. На это нужен денежный резерв, а его создать невозможно, потому что собираемость отчислений ФОМС невысокая. У фонда много должников. По словам Валентины Жиба, это в основном строительные и энергетические компании, абхазская железная дорога, цитрусовые хозяйства. Это было связано с тем, что как нам работодатели отвечали на наши вопросы, что они делали заказ, госзаказ, и вот они в свое время не получали эти средства для того, чтобы расплатиться. А это же 1% составляется из фонда заработной платы. Это в основном строительные компании, электро, железная дорога, лесное хозяйство, цитрусовые, которые занимаются этим. Но больше всего проблем, по словам председателя фонда, вытекает из того, что в республике до сих пор нет законов ни о здравоохранении, ни об обязательном медицинском страховании. Мария Анна Котова, Турник Амичба, Абазат ТВ.